Шалом! Мы продолжим сегодня тему вопросов Аллахи в медицине. И сегодня именно мы посвящаем наш урок вопросу заповедей о посещении больных. Это уже второй урок на эту тему. Он является продолжением предыдущего. И, как мне кажется, для того, чтобы быстро вспомнить о том, что говорилось на предыдущем уроке, имеет смысл прочитать одну цитату. Это цитата из сборника респонсов Равелезера Вальденберга, то, что называется Цицелезер. Это пусек нашего времени. Умер он совсем недавно. И он очень много писал о вопросах медицины. Был основным авторитетом для вопросов Аллахи для медицинского центра Шар-Айцедек в Иерусалиме. Вот что он пишет. Давайте смотреть текст. Читаем. Еще раз текст. Поскольку суть предписания о посещении больных состоит в том, чтобы выяснить, в чем нуждается больной и удовлетворить его потребности. То есть это объяснение, которое присутствует в большинстве источников, что в этом смысл позаботиться о нуждах больного. То я полагал, пишет Цицелезер, что уместно внести послабление в закон, имеется в виду в наше время, и освободить людей от обязанности посещать больного, если они уверены, только в том случае, если они уверены в том, что другие люди делают для больного все необходимое. Понятно? Если смысл заповеди позаботиться о нуждах больного, то в тот момент, когда я уверен, что другие люди о нем заботятся, а как я могу быть уверен? Например, он находится в хорошей современной больнице, в которой не только хорошие врачи, но и ответственный младший оплодоживающий персонал. И вот как он пишет об этом дальше, смотрю по тексту, в особенности, если больной находится в больнице. Ведь помимо того, что все его потребности обеспечены там наилучшим образом, понятно, Цицелезер говорит о больнице, о которой можно быть уверенным, что там действительно потребности больного обеспечиваются. Он не имеет в виду больницы, с которыми я несколько раз сталкивался в Украине или в России, имеется в виду больницы серьезные, действительно, на которых можно положиться, что там потребности больного обеспечены наилучшим образом в соответствии с медицинскими предписаниями. Более того, ведь в больницах посетителям вообще не разрешают вмешиваться в уход за больным. Представьте себе, что вы придете посещать больного в больнице и зайдете к сестрам и скажете, вы знаете, мне кажется, что больному нужно сделать укол, он немножко плохо себя чувствует. Или подойдете там к нянем и скажете, а вам не кажется, что пришло уже время поменять больному простыню или еще что-нибудь? Скорее всего, реакция будет совсем отрицательная, вас просто никто не послушает, скажет, знаете, мы в свое время не указывайте на, мы знаем, мы работаем, когда нужно будет ему сменить простыню и когда нужно будет ему дать укол, будьте спокойны. Поэтому, вроде, если действительно человек лежит в больнице, и больница хорошая, и там наблюдают, и там дают ему лечение, и там о нем заботятся, может быть, в этом случае мы свободны от посещения больного. Продолжаю дальше по тексту. Поэтому необходимость выяснить нужды больного и позаботиться об их удовлетворениях в больницах отпадает. А это же важнейший аспект, составляющий суть заповеди о посещении больных. И вследствие этого, казалось бы, ослабевает сама обязанность заповеди посещения, основной смысл которой заключается именно в уходе за больными. Так можно было бы подумать. Но, однако, из того, что сказано в трактате Недорим, это на 40-й лист, следует, что наряду с целью выяснения нужд больного, не менее важна другая цель. Пробудить в себе желание молить Всевышнего о милосердии к больному. А для того, чтобы пробудить это желание, нужно побывать у больного, нужно посмотреть на него, нужно видеть, что он болен, нужно видеть, что он плохо себя чувствует. И такую трактовку заповеди я нашел в книге Рамбана Турат Адам. Напомню, Рамбан, который сам зарабатывал на жизнь врачебной практикой, написал целую книгу, посвященную вопросам медицины, врачей, болезней. И назвал ее Турат Адам. И вот там, комментируя этот отрывок из трактата Недорим, Рамбан пишет следующим образом. Я снова возвращаюсь к тексту. Рамбан писал там, что заповедь посещения больного включает эти две основные цели. И добавил к ним третью, неизменно актуальную цель. То есть, какие две цели уже упомянуты. Первое, позаботиться о нуждах больного. Второе, пробудить в себе желание помолиться о выздоровлении больного. Но есть еще третье. Какая? Процитировав отрывок из трактата Недорим, Рамбан в заключении написал. Из этого отрывка мы видим, что цель посещения больных заключается в том, чтобы посетители подмели пол и прибили пыль. Это и дематическое выражение означает позаботиться о нуждах больного. Просто в том месте, где впервые упоминается об этом, рассказывается о том, как Рабья Кива посетил ученика своей Ишибы, который был болен и увидел, что он просто лежит там в пыльной комнате, задыхается. Поэтому необходимо прежде всего подмести пол и прибыть пыль. Так вот, с тех пор это и дематическое выражение, оно и означает в сочинениях Пуским позаботиться о нуждах больного. Рядом с больным. Дальше. Значит, позаботились о всех его нуждах. Принесли бы ему душевное спокойствие от общения с друзьями. К тому же посетитель должен проявить сострадание и помолиться о больном. Вот здесь появляется третья цель. Необходимо добиться того, чтобы принести больному душевное спокойствие от общения с друзьями, с близкими ему людьми. Ну и вот эти три цели, вслед за которыми можно сказать, что следовательно заключается и целеетно. Тот, кто посетил больного и не помолился за него, не исполнил заповеди о посещении больных. Таков вывод Ромбана, который Цицелезер полностью принимает, что если человек посетил больного и поговорил с ним, и позаботился о его нуждах, и даже попытался поговорить с няней, что пришло время поменять ему простыни или еще что-нибудь, но не помолился о нем, то заповеди посещения больных до конца он не выполнил. Продолжает Цицелезер. Из этих слов Ромбана со всей очевидностью следует, что одна из основных целей заповеди о посещении больного – пробудить человека к молитве о больном. Этот аспект настолько важен, что если человек, посетив больного, не помолился о нем, то не исполнил заповеди. Дополнительная цель посещения больного в том, чтобы он обрел душевное спокойствие от общения с друзьями, и эти две цели всегда актуальны, даже в наше время, когда больной может быть помещен в хорошую больницу, и там есть другие люди, которые заботятся о его нуждах. Вот в этом отрывке, пожалуй, содержится резюме всего того, что говорилось на предыдущем уроке – три основных цели посещения больного, забота о его нуждах, беседы с ним для того, чтобы он обрел душевное спокойствие и молитва. Вот по поводу молитвы есть еще один отрывок, который я хотел бы вместе с вами прочитать. Это тоже отрывок из трактата «Надарим», смотрим текст. Когда Равдимий пришел в Вавилон, то он сказал, что Равдимий был человеком, который осуществлял такие челночные поездки из Эра Цисраэль в Вавилон, и он осуществлял таким образом связь между мудрецами этих двух больших центров Вавилонии и Эра Цисраэль. И вот когда он в очередной раз прибыл в Вавилон, то он сказал, процедировал то, что принято говорить в том месте, где он жил, в Эра Цисраэль. «Всякий, кто навещает больного, становится причиной того, что больной будет жить». То есть, выздоровление больного в какой-то степени – это заслуга посетившего. А тот, кто его не навещает, становится причиной смерти больного. Он вот спрашивает, стоп, стоп, каким образом он становится причиной жизни или смерти больного? Как так можно это понять? Не слишком ли это сильно сказано? Если человек не посещает больного, что он причиной его смерти? Может быть, Равдимий имел в виду другое. «Всякий, кто навещает больного, молится о том, чтобы больной жил. А тот, кто не навещает больного, как бы молится о том, чтобы больной умер». Может, это имеется в виду? Но это тоже ерунда. Разве резонно предположить, что тот, кто не навещает больного, молится, чтобы тот умер? вероятнее всего и вот здесь вот уже окончательная версия того, что сказал Равдин вот Равдин сказал всякий, кто не навещает больного не молится о том чтобы больной жил и не молится о том, чтобы он умер то есть не молится ни о чем поскольку он не видит больного то не пробуждается к молитве и не молится ни о чем ни о том, чтобы больной жил, ни о том, чтобы больной умер стоп А что здесь плохого, если человек не молится о том, чтобы больной умер? Разве позволительно и разве это вообще хорошо молиться о том, чтобы больной умер? Нужно молиться о том, чтобы больной выздоровел. Комментатор Талмуда, Рабину Низим Ран, поясняет это место так. Иногда необходимо молиться о том, чтобы больной умер. Например, если безнадежный больной чрезмерно страдает из-за своей болезни. Так пишет Ран. Из его слов следует, что когда мы имеем дело с безнадежно больным человеком, и врачи опускают руки и говорят, мы уже ничем не можем помочь. Ни лекарства, ни какие-то другие способы лечения. Мы уже не все. А больной мучается. Болезнь причиняет ему тяжелые мучения, настоящие страдания. Согласно тому, как комментирует здесь Ран, хотя нам строжайшим образом запрещается делать что бы то ни было, что может приблизить смерть человека, даже если он уже находится в агонии. Ни в коем случае. Это расценивается как убийство. И хотя сегодня будут люди называть это убийство из милосердия, неважно, каковы будут побуждения человека, милосердие, жалость, сострадание, что угодно. Убийство остается убийством. И приблизить смерть человека, даже безнадежно больного, это расценивается как убийство. Несмотря на то, что приближать его смерть своими делами, своими поступками, действиями нельзя, но согласно Рану можно помолиться Всевышнему и попросить его, чтобы он избавил человека от его страданий. Взяв ему жизнь, дав ему возможность быстрее умереть. Ряд по скин принимает эту позицию. Теперь это Сраэль. И в наше время Рав Мойши Файнстен в своей статье принимает эту позицию и говорит, что можно в таком случае разрешить людям молиться о том, чтобы безнадежный больной скорее умер. Но другие, в том числе, после которого я уже упомянул раньше, Рав Вальденберг, автор Респонс Цицелезер, он с этим не согласен, потому что он говорит, обратите внимание. Позиция Рана, несмотря на то, что, в общем-то, вполне понятна она в контексте того места в Талмуде, который он комментирует, но вместе с тем, ни один из залахических кодексов, ни Тур, ни Бейт Йоцев, ни Шулхана Рух, никто его не приводит. И это не случайно. Ведь на самом деле это довольно важная вещь, довольно важный серьезный вопрос. И, к сожалению, мы с ним сталкиваемся в жизни не раз и не два. Так если бы действительно кодификаторы Аллахи согласились бы с позиции Рана, что можно позволить людям молиться о смерти, о приближении смерти безнадежного, расстрадающего безнадежно больного, то они бы привели это мнение. Они бы записали это. Но никто его не привел. Верно, что никто не привел обратного. Нигде, ни в одном кодексе не сказано. Нельзя молиться о том, что вы безнадежный, больной, быстрее умный. Да. Но и слова Рана тоже не приведены. И это серьезное-серьезное возражение. Смысл этого возражения и почему, может быть, действительно в кодексах Аллахи не приводится мнение Рана. Потому что, с одной стороны, наше милосердие вполне понятное. Мы сострадание. Нам хотелось бы, чтобы человек не страдал. Это очень понятно. Нам хотелось бы, поэтому, чтобы человек безнадежно больной, если врачи, серьезные, авторитетные врачи, говорят, что мы уже помочь не можем, то нам хотелось бы, чтобы больной умер побыстрее и избавил себя от страданий. Но это нам хотелось бы, потому что нам очень тяжело и неприятно ощущать, осознавать, что человек страдает. Сострадание доставляет боли и неприятность нам самим. Но с точки зрения самого больного не исключено. Мы не знаем этого точно. Но не исключено, что для него потеря нескольких дней жизни, для него это минус. И хотя он избавляется от страданий, но дело в том, что человек живет не только жизнью тела, есть у человека еще и душа. И о том, какие процессы очищения и возвышения могут происходить в это время в душе человека, когда он страдает и кричит от боли, мы не знаем, что происходит в его душе. Из некоторых книг следует, что на самом деле человеку имеет смысл пережить все эти страдания для того, чтобы прожить хотя бы еще один день или даже хотя бы несколько часов. С точки зрения ценности, жизнь человека в несколько часов, она также ценна, как и жизни в десятки лет. То, что способен сделать человек в несколько дней этих страданий и мучений, мы не всегда можем себе представить, насколько он может очиститься, насколько он может возвыситься. Поэтому вмешиваться в этот вопрос и решать, вмешиваться даже, понимаете, действиями нашими, это абсолютно запрещено, но даже вмешиваться на уровне просьбы к Всевышнему, приблизить смерть и избавить человека от страданий, она может быть неверное действие с нашей страны. Это вопрос, как мы видим, спорный. Мнение Рана и ряда пуским, в том числе Ромиша Файнстена, что можно позволить нам молиться, а Всевышний уже сделает то, что он считает нужным. Нашей молитвой мы не подталкиваемся к Всевышнему, мы только просим, мы только молим, а он же сам решит. Мнение других пуским, что это делать ни в коем случае нельзя, запрещено. Но компромисс, которому приходит в конечном итоге Цинцелезер, он такой, что даже если принять мнение тех, кто разрешает, и позволить людям молиться о скорейшей смерти больного, который страдает, то можно позволить это другим людям, но ни в коем случае не его родственникам. Его родственники должны, не должны молиться ни о чем. С одной стороны, если они понимают, что человек ужасно страдает, и нет шансов его вылечить, то просить о его продолжении жизни, это тоже неправильно. Но и просить, чтобы родственники, которые на самом деле не только, ведь он мучится, но и для них это тоже некоторое мучение, уж по крайней мере, серьезный дискомфорт. Если они будут молиться о том, чтобы больной скорее умер, то это будет выглядеть ужасно. Поэтому им нужно молчать. Ни за, ни против. Ни молиться ни за продолжение жизни, ни за ускорение смерти. Что касается другим, то они могут положиться на тех авторитетов, которые разрешают. Это решение Цицелезера. Другие говорят не так. Другие говорят, нужно молиться Всевышнему, чтобы он попросту избавил этого человека от страданий. Тем способом, которым он найдет нужный. Либо, чтобы он выздоровел, тем самым избавился от страданий. Что может быть лучше? Либо, если Всевышний находит это возможным, избавить его от страданий тем, чтобы он скорее умер. Если это в глазах Всевышнего правильно. Пусть так. Но не просить о том, чтобы человек скорее умер. Не просить, не молиться о приближении смерти. Окей. Перейдем к более веселым темам. Может быть еще, что касается молитвы, то следует указать еще одну Аллаху. Сейчас мы ее найдем. Смотрим текст. Это снова отрывок из трактата на Дарим. Барайте сказано, посещению больных нет меры. И спрашивает Талмуд, а что это значит? Как это понимать? Может быть, имеется в виду, что награда безмерна. Талмуд не принимает это. В остальных заповедях тоже мы понятия не имеем о том, какая награда. Вернее, что имеется в виду, сказал Абайев Барайте, указывается на то, что даже важный человек должен навестить маленького больного человека. Рава сказал, Барайте, говорится о том, что следует навестить больного даже сто раз. Даже сто раз. И даже сто раз в день. Понятно, что речь идет о том, что следует навещать больного, если тот нуждается в нашем посещении. Даже если я сегодня у него уже был, но сейчас ему снова плохо, и надо его еще раз навестить. Нельзя сказать, а я уже сегодня был, я уже отметился, галочку поставил. Нет, должен идти. Но у меня же работа. Если я буду приходить к нему по два-три раза в день, пока я доеду до больницы, которая находится за городом почти, и обратно, и туда, и сюда, и туда, и сюда. Пройдет весь день. Обязан ли человек приходить к больному раз за разом, если это приводит его к потере заработка? Вот какой вопрос. И здесь мнение пуским, что навещать больных, эта заповедь относится к той сфере заповедей в области гнилут хасадим, то есть помощи ближнему, которая обязывает нас делать определенные действия. То, что называется в Алаке Торах Бегуфо. То есть своим телом делать действия, как здесь нужно собраться, поехать, навести человека, посмотреть, все ли ему хватает, поговорить с медсестрой, поговорить с врачом, поговорить с ним, побеседовать, успокоить его, подбодрить его. Все это действия, которые мы обязаны делать. Но деньги тратить на эту заповедь мы не обязаны. Что имеется в виду деньги тратить? Я не имею в виду деньги на проезд. Если мы будем здесь считать деньги на проезд, то на это можно закончить сразу заповедь посещения больных. Имеется в виду другое. Что если в результате того, что я буду посещать его раз за разом, как говорит Талмуд, что нет здесь предела даже по сто раз в день. Если в результате я теряю рабочий день, если в результате я теряю заработок, то в таком случае я свободен от обязанности посещать больных. Посмотрим еще ряд важных деталей. Вот отрывок номер 11. Нет, этот отрывок мы уже видели. Мы уже его видели. И переходим к следующим темам. Вот. Отрывок номер 17. В первый день болезни Рава, один из мудрецов Талмуда, очень известный Рава, в первый день болезни Рава сказал своим близким так. Не рассказывайте о моей болезни людям, чтобы моя участь не ухудшилась. Потому что может быть я вылечусь. То есть в первый день болезни человек чувствует уже себя плохо. Никому не рассказывайте. Не надо. Почему? Может быть как-то так сойдет. Что называется, на ногах. А уже дальше, в дальнейшем он сказал им наоборот, идите всем рассказывайте. В чем здесь дело? Почему в первый день он не хотел, чтобы они рассказывали о болезни? Талмуд говорит, брит, крутан и сфатай. То есть у ста человека с ними заключен союз. То, о чем люди говорят, реализуется в действительности. Даже если поначалу основы для того, чтобы они говорят, нет, не было. Так если я себя плохо чувствую, и мои близкие начинают рассказывать всем, вы знаете, он заболел. Люди начинают говорить об этом. Он болен, а он болен, а он заболел. А чем он заболел, а что с ним? А он лежит, а он в больнице. Все вокруг начинают говорить, что он заболел. Ну, коли все говорят, что он заболел, так я действительно заболел. Так быть может, ну, почувствовал я себя плохо. Кто знает, либо заболел, либо не заболел. Пока врач придет, пока диагноз поставит, пока сделают анализы, пока туда, пока сюда. Разве не случалось с нами ни раз и ни два, что нам казалось, что мы заболеваем. И как-то вылезали из этого. Случалось. Так и случается часто. Многие люди перебаливают, что называется, на ногах. Не обращая внимания на то, что они больны. Да, плохо себя чувствуют, что-то делали. Но если болезнь не отстала. Если недомогание продолжается, то дальше сказано в том же месте, в Талмуде. Дальше, говорит Рава, нужно полностью изменить образ поведения. В дальнейшем он сказал, идите и объявите всюду о том, что я больным. Всем-всем-всем расскажите, чтобы все знали. А это зачем нужно? Рава пояснил. Тот, кто ненавидит меня, он же порадуется. Люди-то злорадные. А сказано, не радуйся падению твоего врага, если он споткнется. Пусть не ликует твое сердце, ведь если увидит Господь, отвратит от него свой гнев. То, что мне и надо. Пусть люди, которые меня ненавидят, порадуются этому. Это будет для меня замечательным лекарством. Нужно же не забывать, что тот, кто регулирует состояние больного, это не врач, не медсестра. Я, это прежде всего, творец мира. Врач только является проводником. И если Всевышний захочет, чтобы врач меня вылечил, он вылечит. А как сделать так, чтобы Всевышний захотел, чтобы он меня вылечил? Быть может, у Всевышнего другие планы. Один из способов, это чтобы мои ненавистники порадовались. И тогда написано в книге Мишлей, и это реальная вещь, что когда люди злорадно радуются тому, что их противник страдает, что у него плохо, это может кончиться с точностью до наоборот. Тогда Всевышний увидит и отвратит от него свой гнев. Ну а те, кто любит меня, они все же меня ненавидят. Есть же люди, которые меня любят. А те, кто любит меня, они попросят Бога смилостивиться надо мной. Они будут молиться о том, чтобы я выздоровел. Так что мне лучше всего и хорошо там, где мне уже очевидно, что я болен, то чем больше людей будет знать, тем хорошо. Люди, которые меня любят, будут молиться. Люди, которые меня не любят, будут радоваться. И то и другое мне на пользу. На основании этого отрывка из Талмуда Шулхан Арух приводит эту Аллаху следующим образом. Отрыва по 17. Не следует навещать больных. Извиняюсь, это не здесь. Это не здесь. Это в другом месте. Вот здесь у меня, здесь это без перевода на русский язык, митсвалы вакерхули, макрувим вакавелим нихнасим мият, арахуки махрей шлушами. То есть то, что говорит здесь Шулхан Арух, что поскольку у нас есть заповедь навещать больных, значит ли это, что в первый же день, как мы узнали, что человек болен, тут же нужно бежать? Не надо. Не спеши. Это только близкие и друзья. Близкие родственники, друзья, они пусть приходят в первый день. Остальным пока не нужно сразу. Потому что не нужно сразу устанавливать вот эту вот реальность того, что человек серьезно болен и к нему приходят люди для того, чтобы его поддержать и, может, не дай бог, попрощаться с ним. Не надо этого. В первый день только самые близкие, родственники и друзья. А остальные через три дня. Но все это в ситуации, когда болезнь обычная, простая. Если же им кафа цела вахоли, если вдруг человек резко резко и сильно заболел, и уже от того, что мы будем его приходить навещать, его ситуация, не усугубится его болезнь, уже очевидно, что он серьезно болен, то тогда можно всем приходить сразу, не ждать трех дней. Окей. А теперь мы можем перейти к другим деталям. Отрывок номер восемнадцать. Смотрим текст. Шухана Рух тоже. Не следует навещать больных, страдающих болезнями кишечника, глаз и головы. Это просто те случаи, в которых посещение не только не принесет больному облегчение, а наоборот доставит ему неприятность. Читаю дальше. Также не заходит к больному, состояние которого ухудшилось настолько, что ему тяжело говорить. В таком случае, понятно, что беседовать с ним не имеет смысла, наоборот ему тяжело. Но это не значит, что вообще его не посещает. В таком случае следует зайти в переднюю, выяснить, не нужно ли подмести или прибить пыль, то есть выяснить, не нужно ли что-нибудь для него сделать, какие-то у него нужды, прислушаться к страданиям больного и помолиться о нем. Не забывать, что одна из целей посещения больных – помолиться. Поэтому, если человеку трудно говорить, то мы не придем разговаривать с ним, потому что это будет для него только страдание. Но мы посетим его, постояв передний и там, увидев его, как он страдает, сумеем помолиться о нем. Кстати, о молитве еще одна важная деталь, что когда молятся о больном, следует включить его имя в молитву больных всего народа Израиля. То есть как нужно сказать, мы говорили об этом, и эта вещь важная, что находясь рядом с больным, не нужно упоминать его имени. И нужно сказать, вездесущий смилуется над тобой, и обязательно прибавить. В среде больных народа Израиля никогда не выдергивать человека одного, не просить конкретно о выздоровлении вот этого человека. Поэтому его и не упоминают по имени, когда находятся рядом с больным. Но в любом случае, в любом случае всегда прибавлять «Бетох, Шиар, Ходей, Исраэль» среди других, среди прочих больных народа Израиля. Вопрос, который часто задается, есть у нас заповедь навещать больных, а распространяется ли эта заповедь на больных неевреев. Смотрим Шулхана Рух. Говорит, Шулхана Рух следует навещать больных и наверцев для поддержания добрососедских отношений. То есть эта вещь, безусловно, положительная и желательная. И еще одна деталь. В Шулхана Рухе существует мнение, что человеку, в доме которого есть больной, следует пойти к мудрецу, проживающему в городе, чтобы тот поболелся о больном. Не просто просить бараху благословения, а просить, если можно, чтобы он упомянул больного. Также принято благословлять больных в синагоге, давать им новое имя. Дают новое имя только уже совсем в тяжелой ситуации, когда, именно в той ситуации, когда уже кажется, что врачи не в состоянии помочь. И здесь больному дают новое имя. Обычно дают новое имя, связанное с жизнью, с излечением, либо дают имя Хаим, мужчинам, женщине Хая, или Рафаэль, мужчинам, от слова Рафа, излечением. В чем смысл? Поскольку изменение имени способствует отмене приговора, вынесенного больному небесным судом. И как мы хотим сказать, что приговор вынесен одному человеку, а сейчас это уже другой человек, ведь изменение имени. Имя обозначает суть человека, значит, это уже другой человек. И вот теперь еще один актуальный вопрос. Он был с Адзенером Мойши Файнштейну. Могу ли я выполнить заповедь посещения больного по телефону? Мне не хочется трястись в транспорте, в конец города, туда-сюда. Можно ли это сделать проще? По телефону. Позвонить ему, расспросить его о том, как он себя чувствует, пожелать ему выздоровления, стараться подбодрить его. И вот, что он пишет. Вы пишете, что несмотря на то, что таким образом не совершаются все действия, причисленные в Туре и в комментариях Бет Юцеф, тем не менее, человек исполнил заповедь посещения больных. То есть он отвечает тому, кто послал ему этот вопрос и высказал в письме свое мнение. Поскольку даже тот, кто выполнил хотя бы один аспект заповеди, считается исполнившим свой долг. Однако мне представляется очевидным, что хотя таким образом человек выполняет заповедь посещения больных, то есть выполняет ее определенные аспекты, а именно, поговорить с больным и подбодрить его, да. Выяснить, можно ли ему чем-нибудь помочь, да. Тем не менее, нельзя сказать, что он исполнил свой долг. Ведь в таком случае отсутствуют необходимые действия, входящие в посещение больных. К примеру, хотя бы то, что мы говорили раньше, необходимо посещать больного для того, чтобы пробудиться и настроиться на то, чтобы помолиться об этом больному. А беседуя с ним по телефону и не видя его, достаточно трудно серьезно пробудиться на серьезную молитву. Поэтому, безусловно, для того, чтобы выполнить эту заповедь как следует, нужно заставить себя, взять себя в руки и отправиться в больницу. Несмотря на транспортные все сложности, поехать. Вместе с тем, если человек не может исполнять заповедь посещения больного, посещение больного, конкретно, если больной находится в другой стране. Или, как, например, сейчас во время эпидемии, когда не разрешают посещать больных, не пускают к нему. Или, в том случае, тоже мы упоминали, когда человек не может позволить себе поездку для посещения больного, потому что этим самым он лишится заработка в этот день, его весь рабочий день. Потеряется. В этом случае человек должен знать, что хотя он свободен от поездки, от обязанности поехать и навестить больного, но от заповеди посещения больных полностью он не освободился. Ибо он может позвонить и по телефону, благодаря телефонной беседе, сделать хотя бы то, что возможно. Так заключает здесь Ромон Шефайнштейн. Читаю. Но если человек не может исполнить заповедь посещением больного, он не освобождается полностью от обязанностей. Он должен сделать то, что вы в силах, исполнить те аспекты заповеди посещения больного, которые можно осуществить по телефону. Ну и теперь мы переходим к последнему вопросу сегодняшнего урока. А Ромо, Ромо и Шизрлис. Мы его знаем в основном по его примечаниям к Шулханаруху, но есть у него еще сборник респонсов. Шут Ромо. Один из вопросов, которые он обсуждает, там следующий. Некто подписал договор об аренде. Он сдает в аренду свою квартиру, все хорошо, внесли ему аванс. Приезжает квартиросъемщик со своей семьей и выясняется, что его жена больна. И хозяин квартиры говорит, стоп-стоп-стоп, так она же больна заразной болезнью. На это я не согласен. Когда я подписывал с тобой договор, ты не сказал, что у тебя жена больна заразной болезнью. А я не хочу заразиться. Поэтому договор расторгнут. В принципе, это было заключение сделки вследствие заблуждения. Сделка не имеет никакой силы. И вот тебе аванс и до свидания. И найдите себе какое-нибудь другое место, но не ко мне. Прав хозяин квартиры или нет? Может ли он таким образом расторгнуть договор, утверждая, что это договор, заключенный вследствие заблуждения, или же нет? Ромо рассуждает на эту тему. И приходит к выводу, что хозяин квартиры не прав. Он не имеет права. Но он же говорит, что здесь перед нами заразная болезнь. И здесь Ромо говорит довольно странную вещь. Смотрим по тексту. 23-й отрывок. Ни в одном из источников мы не находим различия между заразными и незаразными болезнями. За исключением определенной кожной болезни Раотан, о которой наши мудрецы сказали, что нельзя сидеть рядом с больным этой болезнью. Значит, утверждает Ромо следующее. В Талмуде не упомянута ни одна заразная болезнь, кроме вот этой кожной болезни Раотан. Других заразных болезней в Талмуде не упомянут. Следовательно, утверждение хозяина, что жена квартирантка больна заразной болезнью, мы его не принимаем. Потому что мудрецы не указывают нам, что есть заразные болезни. И в качестве доказательства дополнительного говорит Ромо следующую фразу. Ведь если бы была такая разница, если бы мы опасались заразных болезней, то мы тем самым практически отменили бы заповедь навещать больных, потому что каждый раз мы бы сказали, что он болен, а скорее всего эта болезнь заразна. Если так, то мне нельзя его посещать, потому что я сам могу заразиться. Но мы знаем, что в отношении этой заповеди нет никакого упоминания о том, что есть какие-то болезни заразные, из-за которых можно не посещать больных. Так пишет Ромо. Вроде получается из его слов, что мы обязаны, что заповедь навещать больных, она распространяется и на те случаи, когда люди больны заразными болезнями. И на случаи инфекционных болезней тоже. Но это очень странно. Странно. Ромо живет в Польше, в Кракове, в начале XVI века. Не так давно. Почему в конце XIV века, то есть сто с лишним лет назад, отгремела по всей Европе страшная пандемия чумы, черная смерть, которая унесла треть, как минимум треть населения всей Европы. Правда, нужно сказать, что Польшу, почему-то, это отдельная тема, почему, что Польшу эта пандемия затронула меньше, чем другие страны Европы. Затронула и Польшу тоже. Ромо не знает, что есть заразные болезни, настолько опасные, как чума, которая тогда распространилась. Более того, во времена Ромо уже есть постоянные эпидемии, возникают каждые несколько лет эпидемии оспы, черной оспы. Они не такие страшные, как эпидемии чумы, но они достаточно опасны. Как же так можно говорить? А в Талмуде не написано. Действительно, во времена Талмуда еще, на самом деле, первое серьезное упоминание о пандемии чумы, это известная так называемая Юстинианова чума. Так Юстинианова чума, она случилась уже после того, как Талмуд был полностью записан. Поэтому то, что в Талмуде не упомянуто, никакие заразные болезни, разве это может быть доказательством того, что претензии человека, а я боюсь заразиться, человек этот болен инфекционной болезнью, поэтому я не хочу его пускать к себе в дом. Или мысль о том, что, может быть, нет обязанности посещать больных, которые больны, заразными болезнями. Разве это такой абсурд? Вот посмотрим, что пишут об этом псаке Рамо, современные авторитеты. И мы снова обращаемся к Цицелезер, раннейший специалист Аллахи в области медицины. И пишет он следующее. Как можем объяснить Рамо? Мне кажется, что мнение нашего учителя, Абимоши Иссерлиса, Рамо, по этому вопросу заключалось в следующем. Поскольку единственная заразная болезнь, упомянутая в Талмуде, это Раатан, нет необходимости принимать во внимание современные утверждения о том, что есть и другие болезни. Мы знаем, врачи говорят и люди говорят, что есть еще заразные болезни. Но мы должны здесь, в особенности в вопросах денежных, а это именно тот вопрос, который разбирает Рамо, руководствоваться только утверждением наших мудрецов. И ведь действительно мы видим, что многие болезни, которые раньше считались заразными, то есть врачи говорят, что эта болезнь заразная, а врачи всегда правы. Мы же знаем, что ряд болезней, которые раньше считались заразными, сегодня считаются незаразными, и наоборот. К примеру, продолжая дальше Цицелезер, мы видим, что многие болезни, которые раньше считались заразными, теперь со всей определенностью признаны врачами незаразными, Например, эпилепсия. Или даже, кстати, там это интересно очень, что у РАМО указывается, что была за болезнь. Когда хозяин квартиры сказал, твоя жена больна, заразной болезнью я ее не пущу к себе. Какой болезнью она болела? Желтухой. Я еще помню, когда я болел желтухой в молодости. Лежал я в московской болезни Боткина, в больнице имени Боткина, Боткинской больнице. И я пролежал там на жесточайшем карантине. Тогда всех больных желтухой запирали на карантин и никаких посещений, ничего. Строжайший карантин. Сегодня врачи от этого отказались. Сегодня люди больные желтухой, их не помещают в карантин. Вот всего лишь за несколько десятков лет позиция врачей изменилась. Поэтому, может здесь РАМО сказать, действительно, врачи сегодня они говорят так, завтра они говорят это, сегодня они говорят, что это болезнь заразная, завтра они скажут, что не заразная и наоборот. А в Талмуде у нас есть всего лишь одна болезнь, которая названа заразной, поэтому мы можем не считаться с показаниями врачей. Я продолжаю дальше. И даже когда речь идет об инфекционных болезнях, врачи сегодня более снисходительны. Разрешают приходить к тем, кто заразился этим болезням и только чтобы не выдыхали воздух? Пожалуйста, приходите, только маску наденьте. Возможно так же, что Рабойш Истралиц рассуждал следующим образом. Мы не освобождены от заповедей посещения больных, страдающих болезнями, которые наши мудрецы не исключили из числа болезней. Поэтому, поскольку нет у нас никакого казания, на данную ситуацию распространяется правило о том, что заповедь защищает и спасает во время ее исполнения и посетительнее заразиться от больного. Есть обещание мудрецов, что заповедь защищает и спасает. Если человек исполняет заповедь, несмотря на то, что может быть определенная опасность заразиться, то можно здесь положиться на обещание мудрецов. Но, но, здесь большое но, о чем здесь идет речь? О том, что есть конкретный, в ситуации Рамо не было эпидемии. Был всего лишь один случай. Перед нами одна женщина больная с желтухой, которая тогда считалась заразной болезнью. И в этом случае, говорит Рамо, мы можем не считаться с опасностью заразиться. Но, и я снова возвращаюсь в текст, нужно сказать, что в респонсере Мой Шизерлиса речь идет об инфекционной болезни, которой заболел один человек. Но воздух еще не заражен. Воздух еще не заражен. В те времена, во времена Рамо, если бы мы спросили врачей, от чего происходит эпидемия, вот та, которая была в 14 веке ужасающе, черная смерть, жуткая эпидемия, жуткая пандемия, чумы. Люди объясняли тогда, что происходит это от миазмов, которые исходят от земли. То есть, отвратительные запахи, которые проникают в воздух, приводят к тому, что воздух заражен. И человек, который дышит этим воздухом, он может заразиться этой болезнью. Поэтому, чтобы перебить эти миазмы, люди тогда в 14 веке ходили с различными пучками благовония около носа, для того, чтобы вдыхать их, а не страшные миазмы, исходящие от земли, или жгли всякие костры и так далее, и так далее. То есть, то, что мы сегодня называем эпидемией, а именно распространение заразы, называлось тогда этими словами, что воздух уже заражен. Да, значит, Ромо говорит о ситуации, когда инфекция не распространена. Но если воздух заражен, то есть, инфекция распространяется уже. Ты больше не согласен, что нельзя подорвать себе опасности посещать инфекционных больных. И здесь нужно подчеркнуть еще одну важную вещь. Это принцип в алахе. Даже если больной нуждается в моей помощи, в уходе за ним, и он наверняка находится в опасности. Заражусь я или не заражусь – это сомнение. При всем при том, нельзя подвергать себя даже в сомнительной ситуации, даже сомнительной опасности для жизни, для того, чтобы избавить человека от очевидной опасности для жизни. Поэтому ходить к больным заразным, там, где есть опасение, что можно заразиться болезнью опасной, и это может быть опасность для жизни, не только что нет заповедей, не только что нет обязанностей, но и запрещено, строжайше запрещено в этом случае посещать инфекционных больных. И с этим согласится и Ромо тоже. Ведь сам Ромо, как пишет здесь дальше Цицелезер, подобно тому, как постановил сам Ремойши Исерлис в своих дополнениях Шухла на Руху, нужно бежать из города, когда в нем свирепствует мор. И следует покинуть город в самом начале мор, а не в конце. В конце уже, может быть, поздно. Убежит другое место, уже заражено. Поэтому совершенно очевидно, там, где есть опасная болезнь, болезнь, которая представляет опасность для жизни, и человек болен ей, даже если он нуждается в посещении, запрещено его посещать. Потому что есть здесь возможность заразиться, и это будет опасно. Там, где нет опасности для жизни, но при всем при том есть возможность заразиться, инфекция существует, она очевидна. Не так, как в случае с желтухой, о котором говорил Ромо. То в таком случае нет обязанности посещать больного, но тот, кто хочет его посетить, имеет право, приняв все меры предосторожные. Но еще раз, к опасным болезням это ни в коем случае не относится. Это, таким образом, важнейший принцип, который распространяется только на людей, выполняющих заповедь посещения больных. Но, конечно же, он не распространяется на медицинский персонал. Не может медицинский персонал заявить, а вот мы читали известное такое постановление, что нельзя подвергать себя даже сомнительной опасности, даже там, где есть только определенный шанс заразиться для того, чтобы избавить больных от очевидной опасности. Сама профессия медицинского работника, она означает, что человек подвергает себя неочевидной, но, по крайней мере, есть сомнения, всегда сомнения опасности. И такова его работа. Он обязан, он имеет право и обязан снова, безусловно, имея голову на плечах, со всеми мерами предосторожности, но он имеет право подвергать себя определенным сомнениям опасности, в сомнительных случаях только, для того, чтобы лечить людей, для того, чтобы оказывать им помощь. Но те люди, которые не являются медицинским персоналом и рассуждают только о исполнении заповеди посещения больных, им ни в коем случае нельзя посещать тех больных, которые больны заразными болезнями, когда есть определенный шанс заразиться и подвергнуть свою жизнь опасности, даже если этот шанс невелик. Вот такие законы.